Это, как видим, пруд, который устроили бобры. Первый раз вижу. Давно здесь не было. Речка Приток Илимки. Даже не знаю название этой речки к своему сцеду. Это фактически уже окрестности границы села Бекмасевки. Бобры устроили пруд. Склон. Посмотрим. Строить речные жители плотины. С этим местом связаны, дорогие мне, воспоминания школьного времени. Точнее уже, скажем так, выпускного времени. Когда мы два класса 11А и 11Б школы села Бекмурзина устроили здесь пикник. Место того, чтобы идти на занятия на последний день обучения в школе, мы решили сбежать вообще с уроков. вообще не приходить. И вот два класса. Это Бекмурзина. Каменовраг. Каменоврагские девочки не пришли. Вильмгора. Бекмастерские девочки тоже не пришли. Вот тут мы устроили пикник, посиделки. не пошли в школу. И нам на следующий день устроили хорошую сбычку. Ну, мы на это как бы даже не особо отреагировали. Время было начало 90-х, 93-й год, если быть точнее. Время свободы. Еще свобода была, в отличие от нашего концлагерного времени. И эта традиция сбегать с последнего урока продлилась долгое время в школе. Пока там строго-настрого не запретили всю эту традицию. Крутой обрыв. Я любил раньше приходить на это место. Очень давно, недавно уже правда. Сто лет здесь не было. Даже с трудом узнаю, можно сказать, площадь. Как-то скосил. Еще раз посмотрим на труд, который строили бобры. Естественно, никаких бобров в то время не было. Ручеек тек сам по себе. Можно было легко через него пройти. А тут сейчас вот. В принципе, можно пройти через плотину. Вот эту вот. Ну, с опаской. Появились бобры. Ну, это хорошо, наверное. Есть лепестер. Хорошо. Терпить. Парк, неприятные боли. Чуть охотиться. Оставка борца. Парк, поднимаются.